النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام Пророк عليه الصلاة والسلام поклонялся Аллаху в соответствии с религией Ибрагима мир ему Он отправлялся в пещеру Хира и там поклонялся Всевышнему Аллах и он размышлял о созданиях Всевышнего Аллаха Однажды Когда он находился в этой пещере к нему явился ангел Джибриль и сказал ему читай Пророк ответил Я не умею читать Он сказал ему второй раз читай и вновь ответил Я не умею читать Потом в третий раз он сказал ему читай и он вновь ответил Я не умею читать И вот тогда были неспользованы первые пять аятов суры Аляк. Читай во имя Господа твоего, который создал. Вот с этого началось пророчество Мухаммада, салв Аллаху, али-салату ассалам. Пророк, али-салату ассалам, испугался вначале. Кто спешил вернуться к своей жене Хадиди. И он испугался за себя, подумав, что может быть то, что с ним случилось, это что-то от джина, какое-то наваждение. Она его успокоила. И она сказала его. Возрадуйся, радуйся, потому что Аллах никогда тебя не опозорит. Такого человека, как ты, не может быть, что Аллах сделает так, чтобы он окажется в каком-то таком плохом положении или придут к нему джинны. И она повела пророка, али-салату ассалам, к своему родственнику, которого звали варака, али-салату ассалам. И варака успокоил пророка, али-салату ассалам. И варака сообщил пророка, али-салату ассалам, что тот, кто приходил к нему, это был ангел Джибриль. Тот самый ангел, который приходит к посланникам, к пророкам. И он говорит, что Аллах, али-салату ассалам, это тот пророк, которым заканчивается цепь пророков, которых Аллах отправлял к людям. И варака сообщил пророк, али-салату ассалам, что он будет досаждать ему народ, будет протислять его. Первый из людей, кто уверовал в пророк, али-салату ассалам, это его жена Хадиджа. Из мужчин это Абу-Бакр, который будет доволен им Аллах. Из детей это Али, рода и Аллаху. Люди стали входить в религию Аллаха Всевышнего толпами.